Социологи приводят данные. Около 60% населения республики считают, что права человека в Приднестровье в основном соблюдаются. Если говорить о наиболее уязвимых группах, значит это молодежь и это зрелое население. Если говорить о таком критерии, как материальное обеспечение, то получается, что бедные и средние слои чувствуют свою уязвимость в этом вопросе. В ходе круглого стола отметили Институт Уполномоченного по правам человека. Это арбитр между обществом и государством. В Приднестровье он работает с 2006 года. К Уполномоченному по правам человека ежегодно обращаются около полутора тысяч человек. Большинство по социально-экономическим вопросам. Количество положительно рассмотренных или положительно разрешенных решений, которые принимаются коллегами, сотрудниками аппарата Уполномоченного, из года в год возрастает. Это из-за того, что, скажем, органы исполнительной власти начали реагировать более активно на те проблемы, которые действительно обозначает Институт Уполномоченного по правам человека. Сегодня говорили и о влиянии внешнеполитического фактора на состояние прав человека в стране. Обеспечение права на свободу передвижения или внешнеэкономической деятельности затруднено в связи с международной непризнанностью республики. По линии внешнеполитического ведомства и других структур мы ведем системную работу с нашими молдавскими коллегами. Вы знаете, завершился киевский раунд переговоров в формате 5 плюс 2. Сейчас мы ведем диалог по проблематике зоны свободной торговли с европейскими партнерами. Мы открыто предложили определить особую форму участия экономических агентов Приднестровья в этой работе. Еще один внешнеполитический вызов для Приднестровья, проходящий в эти дни – Вильнюсский саммит Восточного партнерства. На нем Молдова парафировала соглашение об ассоциации с Евросоюзом. 66,4% выразили опасение, что вот эти подписания Молдовой соглашений с ЕС о вступлении в экономическую углубленную зону свободной торговли, они могут привести к ужесточению экономической блокады, таможенной и политической блокаде. Подключение Приднестровья к евразийской интеграции, напротив, у Приднестровцев связывается с позитивными изменениями в экономической сфере и политической сфере. Учитывая существующие внешнеполитические реалии, большинство Приднестровцев связывают защиту своих прав с поддержкой России и присоединением к Евразийскому союзу. А в отношении Молдовы поддерживают озвученный президентом курс на цивилизованный развод. Андрей Малеван и Юрий Прошичев, Первый Приднестровский телеканал.